Вообще, почему такой трэш? Я рассказываю именно в путешествии. Ты чего, вверх ногами? Что ты чувствуешь? Тревогу. Не путаю, это же не вкусно. Пап, а давай поцелуемся в щёчку? Да. Давай-ка ещё немножко. Пенную вечеринку. Такос. Красотка. Мишика! Всем здрасте. Мне кажется, что всякие наши приключения в путешествиях происходят только тогда, когда я снимаю влог. Чтобы у меня был контент. Потому что почему всё это происходит, я не понимаю. Я зацу построила. Да-да-да. Это влог из Мексики, вообще-то. Который начинается в апартаментах в Москве, потому что... Сейчас расскажу историю ему. В общем, наш рейс в Мексику конкретно, он ночной. И он только из Москвы, из Екатеринбурга нет самолётов. И так как мы с Евой, потому что, возможно, если бы мы с Денисом были вдвоём, мы бы как-то перекантовались ещё там в аэропорту. Типа из Еката приехали в Москву. Нам бы хватило там три часа на пересадку. Мы ели... Мы ели маме лапку. Да. Мы ели как бы перекантовались. Но так как мы с Евой, а это режим, режим сна, желание там полежать где-то, да, на мягком. Ну, короче, в аэропорту было бы с ней не прикольно. И мы хотели приехать прямо заранее, чтобы у нас был... Мои сладкие. Дубль два. Покакали, поели. И можно рассказать дальше. В общем, наш был план таков, что прямо в аэропорту, из которого потом у нас был вылет, был отель. И это было очень удобно, чтобы мы там потусили. И мы благополучно забыли дома российские паспорта. Точнее, мы их не забыли, мы их осознанно не взяли. Потому что всегда, когда мы ездили за границу, ранее, ну, разумеется, тебе не нужны российские паспорта. Мама, а можно это мультик? Давай попозже чуть-чуть поставлю. Щенячьего патруля? Кстати, этот закон о том, что заселение в отеле только по российским паспортам... С апреля, Денис говорил, должно вообще прекратиться. То есть, должен, наоборот, новый закон выйти о том, что при загранниках тоже можно заселять. Короче, мы заехали уже прям... заехали в этот отель. Там все так хорошо. Там был басик, детская комната. И нас разворачивают. И мы ищем моментально местечко, куда бы заселиться на несколько часов, получается. Ну, вот неплохие, на самом деле, апартаменты нашли. Вот такие моменты, кстати, и запоминаются с путешествиями, когда ты что-то там начинаешь искать. Главное в этот момент не начинать пессимистично на все смотреть и думать, ааа, все против меня, ничего не получается. Хотя с ребенком иногда это бывает сложно, потому что Ева тоже устала после полета Екатеринбург-Москва. Особенно зная, какой там был отель классный. Но здесь тоже неплохо. Мы заказали сейчас Яндекс.Еду. Поели. Осталось провести нам здесь несколько часов. И начнется самое интересное. Начнется 15 часов. В воздухе. Очень надеюсь, что хотя бы четверть полета мы будем спать. Ты чего вверх ногами? Я надеваю чулки. Мы будем лететь почти 15 часов. И это очень большой стресс для ножек, для кровеносных сосудов. Они у меня и так не к черту. У меня вены, как у дедушки уже. Показать тебе вены? Ну покажи, сейчас они уже, видишь, я же вертикально, все уже сошло. Но важно, что нужно быть вверх ногами. И потом потихоньку надевать. Я в этих чулках тебя рожала, Екатеринбург. Ты вообще готов морально? Мы едем уже 15 раз. Нет, 15 часов никогда не было. Я уже был в Северной Америке. Ты ездил один без ребенка. Наверное, смотрел фильмы. И спал. Да. Единственное, их минус, что если жарко, а я вообще хладолюбивый человек, если в салоне жарко, то в них как бы это дополнительное термобелье как будто. Нотя, стой. Набегалась? Казалось бы, 2 часа ночи. Настроение хорошее, да? Самолет очень большой. Ну как очень? Просто три вида. Получается, три места, четыре места и еще три места. А что у тебя здесь? В этом полете мы впервые тестили надувную подушку под ноги, чтобы еле можно было их вытянуть и удобненько разложиться. Очень крутая штука, однозначно рекомендуем. У Евы все самое важное с собой. Это, конечно же, весь набор щенячьего патруля. Нам удалось поспать 4 часа, что, в общем-то, неплохо. Но из-за большой разницы часовых поясов мы никак не могли дождаться утра и рассвета, чтобы было светло и можно было играть с Евой, ходить по самолету. По факту мы будто все время улетали от солнца и расцветать стало уже ближе к приземлению. Как обычно, ближе к концу полета заполнили миграционную форму. Этим обычно занимаюсь я, люблю всякие разные бумажки и анкеты. Здесь настолько сухо, что влажные салфетки, которые мы использовали, я просто положила. И они высохли, я не знаю, минут за 7, наверное. А Москву прям немножко надо подержать. Мы, кстати, вообще нормально держимся, да? Осталось час 20. Иногда, когда мы летаем просто до Москвы, кажется, что ооо, час 20. Ну, например, если я осталась в час 20, сейчас, кажется, всего лишь в час 20. Не могла не показать наш горшок. Он до сих пор с нами путешествует, очень удобно. Например, когда сейчас туалеты закрыты, у Евы персональный туалет. Данная господина, наш командир, совершил контактовый аэропорт только на 2-местное время, 8 часов 38 минут утра. Всем приветик. О, баран. Ягуана. Я немножечко решила пройтись по территории нашего отеля, пока и Вусик спит. На самом деле, в этот раз территория у нас прям ого-го. Можно разгуляться хорошо, потому что на 24 дня. Мы здесь на 24 дня, чтобы не соскучиться в одном месте. Здесь 20 гектаров вся площадь, то есть вообще очень много разных дорожек, разных направлений, куда можно сходить. Получается, это сеть отелей, и здесь несколько отелей на этой территории. И вот у меня ощущение, что людей очень мало. Но на самом деле не людей мало, а просто территория большая, и они как бы рассредоточены по всей территории. Просто невероятно. Вот эти птицы, они мне напоминают птицеродакцию. На самом деле, это пеликаны. И не было ни дня, когда я не любовалась ими. Настолько они грациозные. И вообще, каких животных мы только не встретили на территории отеля. Смешные игуаны, которые вечно разминали свою шею. Много самых разных насекомых, еноты. А это, например, агути. По-другому мексиканский заяц. Печеньки байт. Держи, печеньки. Давай, покорни. Агути. У нее пока целая печенька, она даже не обращает внимания. У нее вообще нет хвоста, ей как вообще жить? Ева не всю дала, а кусочек дала. Отломала. Ты соненькая, Ева? Ну, уже просыпается. Молодец. Перестраиваемся до сих пор. Кто ты, Ева? Насуха. Посмотрите, что тут вечером происходит. Они что-то ищут в земле. Слушай, они поэтому, наверное, Насухи называются. Они носом своим достают еду. Первое мексиканское блюдо на пробу. Такос. У меня с тыквой. Он абсолютно как будто без соуса. Это вообще просто типа лепешка и положено сверху овощи. Но у нас на столе изначально стояли разные соусы. И это. Heinz. Томатный кетчуп. И это. Heinz. Mostaza. Горчица. Это. Ева так наблюдает за моим обзором. Майонеза. Наверное, самая острая, да? Сальса пиканте. То, что я не буду есть, потому что я не очень люблю. Острая. Сальса типа инглеза. Английская какая-то сальса. Сальса вообще это как бы соус. И кабаска. Но это самый-самый острый. Это я тоже не буду. Это. Какой? Папа, я ел. Ой, вкусно. Лепешка мне больше не нравится. Она кукурузная. Такая защита стоит от ветра. Очень хорошо, что она стоит, потому что сейчас правда сильно очень ветер. Привет-тосик. 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 Мы пытаемся все восстановить, наш режим. Да. Потому что получается здесь на 10 часов все раньше, чем у нас в Екатеринбурге. Огромное раннее часы в Байкро. И мы, конечно, за два дня не особо привыкли. То есть сегодня мы, например, проснулись в три ночи. И как бы мы выспались. То есть по-местному три ночи. Мы очень пытаемся дневной сон Евы уже сдвинуть так, чтобы было адекватно здесь существовать. Но в итоге в ночи буквально мы пришли на ресепшн, нашли здесь такую небольшую детскую. Еле очень понравилось. Сейчас мы будем ждать завтрак. А мы с Евой успели уже побегать за енотами, за Агути. Такое милое название. Денис говорит, чтобы запомнить, просто вспомни Агутина и убери последнюю букву. Реально, я раз пять забывала уже название и вспоминала именно таким образом. Такие прикольные крысы-белки без хвостов большие. Ну, еноты, еноты. Я вообще в жизни впервые видела енотов. Мишка! Давайте смотреть, чем нас будут кормить. Итак, это завтрак. Нутелла, ореховая паста, вафли, панкейки, какие-то еще штуки. Если вы сейчас вдруг ночью смотрите это видео, то извините. Фасоль. Овощи. Каша, к сожалению, только просто на коровьем молоке. Вот здесь такой чан с горячим шоколадом. А следующий чан с традиционным кофе. Станция с омлетом. Здесь делают любые варианты из яиц. О, а здесь уголочек чего-то мексиканского. Всякие лепешки, кисадильи. Вот эта станция мне нравится больше всех. Здесь можно попросить смути делать. Любой, какой вы хотите. Тут стоят разные соки, которые на самом деле вообще не соки. Это разбавленная газировка с концентрированным соком. Станция хлопушек для деток. Фруктики. Надо еще поделать. Ну давай. Ой, Агути, может его тоже покормить? Агути. Кс-кс. Ты тоже реагируешь? О, идет. Вот смотри, борьба. Ух ты. Кошка на Агути. Они не дерутся? Смотри, Агути побеждает. За хлебушек кусок. Ток-ток. Здравствуйте. Стучусь сама к себе. Все в порядке. На четвертый день я решила сделать обзор, потому что мы уже разложились. Я могу рассказать о каких-то интересных или классных местах. Например, как это зеркало, которое мне очень нравится. И как раз у нас прямо недавно была уборка. Видите, как лежат подушки? Они лежат так ровно 10 минут. Первые 10 минут после уборки. Потом это все превращается в одно сплошное месиво, где мы играем. Это, собственно, комнатка такая, зал, где мы тусим, пока в спальне, например, спит Ева. Здесь мини-бар и все, что мы взяли с собой из еды. Ну, это такие в основном перекусы. Печеньки, батат. Вот это очень крутая штука. Это, на самом деле, обычная кофемашина. Сюда вставляется фильтр. Сюда наливается вода. И здесь получается около полулитра кофе. Вкусного, очень обычного черного кофе. Я захотела такую штуку домой. Здесь у нас зона, где все игрушки Евы лежат. Ну, не только игрушки, но всякие пластилин, которые я взяла. Посмотрите, просто оцените, пожалуйста, мою находчивость, чтобы не брать огромную вот такую штуку из кучи цветов. Я взяла 8, по-моему, цветов. И мне кажется, этого достаточно на месяц. Всякие маленькие книжечки, фломастеры. То, что, в общем, Ева любит, чтобы помимо ящериц и обезьянок здесь ей еще чем-то заниматься. Здесь у нас лежат всякие наши головные уборы перед прогулкой, чтобы взять удобненько. И тут есть балкончик с сеточкой, кстати, что очень удобно, потому что сеточка защищает от всех помаров. Кстати, ни разу к нам еще никто не прилетел. Здесь мы храним наши чемоданы по классике жанра, чтобы они не занимали у нас место. Ой, как красиво, смотрите, отражается. Наши тоже месивы из купальников. Кстати, я уже боюсь здесь вставлять купальники, потому что недавно Денис видел, как Агути внес чьи-то трусы купальни. То есть, они просто легко могут залезть, видимо, сюда что-то забрать. Мне нравится, что балкончик наш не выходит ни на какую дорогу, что это такой дворик, где постоянно ползают игуаны. Приходили к нам Агути, приходили разные птички интересные. И вот тот балкончик тоже наш. Пойдемте, я вам покажу. Идем по коридорчику. Здесь достаточно большой вместительный шкаф. Еще вот эти функциональные ящички, там для Евы, для Дениса. Мне очень нравится это зеркало. Здесь находится ванна, но сейчас там Денис с Евой плавают, я вам ее попозже покажу. А это спальня. Здесь тоже никогда так красиво больше не бывает, кроме как 15 минут после того, как уборка уйдет. Здесь лежат наши купальнички. Хочу вам показать такую штучку красивую. Незадолго перед отъездом купила. Цепляется либо на очки, либо просто ее можно на талию повесить, закрепить, как украшение на пляж. Мой телефон про вот эту штуку отдельно я как-нибудь скажу в фаворитах, в следующих, наверное. Кстати, к слову о розетках здесь. Нас предупреждали, что здесь американские розетки, то есть вот такой разъем. Но он на самом деле подходит и под наш. То есть мы вообще не встречались пока с такими розетками, куда бы ни встал наш, например, тройник. И, кстати, лайфхак для путешественников. Обязательно берите с собой тройник. У нас и видеоняни, и зарядники, и камеры, и все-все-все на свете. Вот этот тройник очень выручает, потому что в целом розеток здесь не так много. Телевизор, который мы ни разу не включали. Детская кроватка, в которой Гева ни разу не спала. Но в целом нам здесь очень даже хватает места. И снова балкончик. Здесь есть такая сушилочка. И тоже местечко посидеть. Смотрите, кстати, какие красивые кустики. Я хочу на этом фоне снять видео с органической косметикой. Сюда поставить прям стульчик. Мне освободили место для моего обзорчика. Здесь мне так нравится много зеркал. Раковина, миллион наших бутылечков. Здесь отдельно туалет. А здесь отдельно душевая. Емин горшок. Смотрите, какую-то суток привезла с собой из России. Кстати, помните, может быть, после Африки у меня обломились волосы очень сильно. Потому что я очень часто делала шишку. И так как там было зико палящее солнце, мне кажется, оно сожгло именно вот эту часть волос. Потому что у меня именно у затыльной части волос вот такие вот короткие. Сейчас покажу, где они. Вот. Вот такие коротыши. И как раз, чтобы история не повторилась, чтобы напитать волосы здесь. Здесь, конечно, не такое дикое прямо солнце. Но все равно я взяла маску из дома. Олесе мустаева. Мне она очень-очень нравится. Прямо такие волосы напитанные, хорошие. Но сейчас я ее делать не буду. У меня волосы чистые. Я вам не зачем синятки нужны. Я их наоборот убрала. Или ты со мной хочешь плавать? Да. Вау, да? Да. Тут на втором этаже есть специальный инструмент. Лед. Специальная техника для льда. Для кубиков льда. Где зверь? Упал. Ой, холодно-холодно-холодно-холодно-холодно-холодно-холодно. Среди американцев, Денис говорит, это очень нужная прям вещь. Там всякие газиробки пить со льдом. У нас даже специальная есть тара в номере. Чтобы мы с ней приходили вот сюда и набирали лед. Мы ни разу, правда, не пользовались. Потому что он нам не нужен. Мы, наоборот, пьем горячий ромашковый чай постоянно. Все, пойдем на завтрак. Упсик. Отсюда вид прикольнее. Но нам удобнее, что на первом этаже мы живем. Не надо никуда подниматься. А мы ходим очень много раз на дню куда-нибудь. Тут балкончик. Милый. Мы добрались до какого-то уголка нашего отеля. Камни, водоросли. Вот этот бассейн. Очень интересно, почему это называется бассейн. Типа природный бассейн, наверное. Потому что, по сути, это вода из моря. Но она с ограждением вот таким. Наверное, кто-то здесь любит купаться. Какие шикарные волны. Какая стихия. Просто могущественная. Такой прикольный гамак. Он так растягивается. Мы даже захотели в деревню такой поставить. Ева пирожок. Не спит еще? Хотела поделиться тем, что ночью произошло. Как раз сейчас такой шторм. На фоне штормов поделюсь нашей штормовой ночкой. Начать надо с того, что у Евы еще с России был небольшой кашель, который, возможно, мы недолечили. Возможно, ход всеми этими факторами, типа, долгого перелета, перестройки режима, нового питания, нового сна. Это, возможно, усугубилось. Ну, такой, знаете, кашель с мокротой. Мы были все время на связи с педиатром. Но, в целом, ничего такого страшного не было. Но этой ночью у Евы случился приступ такого сильного кашля, при котором ей было сложно дышать. И сказать, что я испугалась, это не сказать ничего. То есть, она закашлялась. И настолько этот кашель был сильным, что она села аж. И прям, вы знаете, такой кашель собачий лай его называют. Это когда он не откашливается, он такой звонкий. Но при этом ничего не происходит, он не уходит. Но ей очень хотелось спать. Она, то есть, прям, как будто немножко в панике. Прям такая. У нее вдох был очень сложно сделать. Вообще, почему такой трэш? Я рассказываю, именно в путешествиях происходит. У нас дома такого не происходит. В Турции она чем-то отравилась. А здесь какой-то приступ кашлям. Иммунитет, я надеюсь, будет только сильнее от всех этих мини-стрессов. В общем, суть в том, что я очень-очень испугалась, потому что это выглядело все прям страшно. И я решила скорее вызвать скорбь. Я больше ничего не придумала. Денис поддержал, конечно. Хотя он сказал, еще может быть немного подождем, посмотрим, что будет дальше. Но на самом деле, мою материнское сердечко как-то тревожно было. Мы на ресепшн звоним, пытаемся объяснить на нашем английском, который у нас есть, что вообще произошло. Они, в свою очередь, тоже на английском как бы нормально, но их английский с учетом акцента мексиканского. Поэтому я по 500 раз все уточняла, говорю, доктор придет или нет. Очень простыми словами объясняла, что случилось, какие у нас симптомы. Он мне давай говорить про сумму, типа будет стоить 125 долларов вызов. Я говорю, окей, можно доктора, пожалуйста. Дева к тому времени, кстати, уже уснула, но она очень сложно дышала. Прям, знаете, вот так храпят мужчины с лишним весом. В любом случае, я была рада, что придет доктор и посмотрит, послушает ее. Я сразу же написала, конечно, нашему педиатру, но это было бесполезно, потому что у них по времени было 5 утра, в то время как у нас было 8-9 вечера. Пришла доктор, очень адекватно, все понятным языком объясняет. Она тоже мексиканка, но ее английский был таким, знаете, приятным слуху, прям идеальный английский для сдачи экзамена, когда просто все очень понятно. Она ее послушала по-всякому, посмотрела, измерила там уровень кислорода в крови, все хорошо. В общем и целом, кроме каких-то шумов, когда она просушивала грудку, и она сказала, что это вызвано именно мокротой, возможно, даже небольшим отеком слизистой. В общем, прописала сиропчик, еще антигистамины одну. Но суть в том, вообще мораль всей этой истории не просто поделиться тем, как вот случилось, что у нас было ночью, а тем, как все-таки важно, находясь в другой стране, если особенно вы едете с ребенком, да хотя для всех абсолютно нет ничего важнее здоровья. Это понимать базовые вот такие слова, предложения, фразы на том языке, на котором говорят, то есть стране, куда вы едете, куда вы направляетесь. Потому что даже при том вот уровне адреналина, при вот этом стрессе, все равно я смогла вытащить из себя все, описать всю ситуацию, понять ее, термины медицинские. Конечно, да, может быть Google Translator, но даже чтобы сообщить было на ресепшн по телефону, ну как бы я это делала, типа вообще не зная языка, это было бы очень сложно. Сейчас все хорошо, это был такой единовременный приступ. Я также еще подключила нашего педиатра из России, она настоятельно порекомендовала здесь найти ингалятор, ну купить его, потому что наш не привезли с собой делать ингаляции почаще. Ну в общем, это уже не так важно, самое главное, да, вот этот вывод, этот урок насчет языка и насчет страховки. То, что у нас покрыто будет страховкой, вызов врача, который так-то стоит будет 10 тысяч рублей на наши деньги, ну просто, что это очень удобно. У нас страховка от финков. Вот такой сегодня у нас был шторм ночью. Помогите мне. Давай, пыхти, пыхти, пыхти. Узенькие, да, такие они? Теперь лекарства будем пить, да, зайка? Да. Ты меня любишь? Да. Сильно-сильно? Да, сильно-сильно. А я тебя. Я тебя. Мама. Давай, зайка, я водичку тоже приготовила? На самом деле такая фигня вообще противная. Вы знаете, наши доктор-момы всякие, они хотя бы сладкие, притерно, но они более-менее адекватные. Это вообще какая-то нефть, я не знаю, противная штука. Не вкусно. Не буду, это же не вкусно. Нужно горлышко полечить. Можно я буду доктором твоим? Да. Давай, идите сюда, пациент. Что у вас болит, расскажите. Котик. Вам нужны лекарства. У меня есть как раз такое. И даже мы в конце даем мешутку, такого черненького мешутка. Сначала я пью лекарства, а потом я водичку и миску. Все, попробуй. Умничка. Мишка! Это мы раз в 6 часов, а это нужно еще раз в 12 часов. Это уже именно, чтобы снимать отек. Доктор. Мама, доктор, да, у вас еще одно лекарство на сегодня. У меня болит горло. Вот это очень поможет вам. Покажите, как вы это делаете полностью. Бери спиру, мишку. Свобода! Красотка. Детская здесь зона тоже присутствует. Тут, правда, опять никого нет. Вот эта зона, она с 4 лет. Сюда пускают только с 4 лет. И можно здесь детишек даже оставлять на какие-то занятия. Это получается просто такая внешняя площадка. Ева такая первым делом посмотрела. Говорит, а где качели? У нас на русских площадках и здесь качели, потому что. А здесь, кстати, как раз до 3 лет. Но почему-то сейчас закрыто, хотя сказали, что с двух работает. Смотрите, какой у нас появился транспорт. Это от отеля дают машинки такие. Если мы не вернем к пяти вечера, будем платить 80 долларов. А то мы на детскую площадку. На детскую площадку пойдем? Да. Мы же только что оттуда пришли. Да, на детскую площадку на машинке. Классная идея. А можно мне коляску вернуть домой? Потому что очень тяжело возить и коляску, и машинку. Ладно? Да. Спасибо. Тебе нравится твоя кепка, зайка? Да. Очень удобная, кстати, штука для детей. Я в Этиндем купила. Она мало того, что для воды. То есть она такая нетряпичная. Быстро сохнет и закрывает шею. Вот так выглядит карта нашего отеля. Здесь находимся мы. А мы сейчас ищем фламинго. Номер 21. Вот они. 21. Это значит, нам сейчас надо вот так вот пройти. Идем? В итоге мы с Евы забрели не туда, и нас спас паровозик. Потому что здесь очень много дорожек. Легко заблудиться. Такая у них зона большая. Они такие яркие, да? Кстати, вы знали, что цвет фламинго напрямую зависит от того, что они едят? Их розовая краска происходит от маленьких красных рачков, в которых содержится каротиноид. Дорого же нам наше детятко, однако, обходится. В общем, наша педиатра настоятельно рекомендовала приобрести здесь ингалятор. Он же небулайзер. У нас дома такой небулайзер-паровозик. Поэтому мы сразу же связались с ресепшн. Что они могут по этому поводу подсказать, где здесь аптека. В общем, ресепшн нашли небулайзер, нужный нам. С доставкой будет стоить 200 долларов. Это около 16 тысяч рублей. Даже не знаю, какая здесь может быть мораль. Типа, брать с собой ингалятор. Наверное, все-таки есть ингалятор. Именно, знаете, такой переносной какой-нибудь travel-вариант. Нам надо обязательно такой приобрести. Потому что всякое бывает. И действительно, небулайзер, он очень круто работает. Очень мягко, но при этом очень эффективно. В общем, сейчас иду отдавать наши 200 баксов. Потерять бы. Наличка, мне сказали только оплатить. И они через 2 часа его доставят. Такая у нас немножко драма во влоге появилась. Но ничего, все будет хорошо. Ни один ребенок не обходится без болезни. Это невозможно. Тем более, это хорошо. Тренировка его иммунитета, да, если так успокаиваем. Вот такой небулайзер мы здесь купили. В итоге очень удобный тем, что он компактный. Вот он небольшой совсем. Потому что у нас дома целый паровоз вот такой вот, огромный. А его можно брать с собой. Сайка, еще немножко. Немного о местных напитках и о том, что значит фреш. Пожалуйста. Тут вообще, кстати, нет такого слова. Везде на шведском столе, везде, где есть точки, где можно заказать что-то выпить. 95% это что-то с алкоголем. Остальное это что-то очень сладкое. Типа просто соки какие-то очень концентрированные. И когда я сказала, можно мне? По самом деле, не первый раз мы уже с таким сталкиваемся. Но, например, в Таиланде или Банди, или на Шри-Ланке. Там, знаете, какая тема распространена? Делают не фреш, а типа шейк. Берут, например, кусочки ананаса. И вместо того, чтобы выжать из него сок, его блендерят вместе с водой и льдом. Но, блин, на самом деле это лучше. Это все равно фрукт и вода. А это, это такая дичь. Я только что попробовала. Здесь от клубники, наверное, один цвет. Не знаю, тут может какой-то краситель, сок и куча-куча льда. Поэтому, да, с водой здесь у нас вода. Мы здесь пьем только воду, а из горячего мы пьем либо ромашку, чай-ромашка, потому что здесь других каких-то чаек травяных нет вообще. Так, Денис что-то оформляет. Вы машинку оформляете? Снова берем машинку. У нас есть традиция, мы когда на завтрак идем, считаем, сколько игуан по пути нам встречается. Ева их лучше всех находит. Они потому что маскируются за цвет камней или веток. Ева всегда находит. Мимикрия. Вот еще одна. Ну что, у нас еще один день в ветреной Мексике. У нас поднялся просто какой-то дико сильный ветер. Смотрите на пальмы. Я сейчас, знаете, о чем подумала? Что у нас вот эта акклиматизация, которая у всех по очереди проходит. Денис сейчас слег. Мы быстро приходим обычно в норму. Я за день выздоравливаю. Вот за последние, не знаю, сколько раз не домогала. За последние года 3-4 я всегда день на ромашке, полоскании, хапильном питье. И все. У меня уже все нормально. В принципе, у Дениса надо. При том, что была и температура, и все. Я подумала просто о том, как же круто, что мы с ним слегли не одновременно. Потому что иначе кто бы был вообще с Евой? Мне кажется, что немножко на подсознании мы, как родители, ну не только мы с Денисом, а в целом мы родители, вот в таких ситуациях не даем себе самим заболеть, понимая, ну подсознательно понимая, что иначе за ребенком никто не будет следить. И как только ты можешь расслабиться, сразу болячка дает о себе знать. Ну короче, хорошо, что мы по очереди с Денисом. А кто сегодня вообще домой просился? Вот этот маленький червячок сказал, я хочу домой в снег. А потом она такая вышла. А не, нормально, здесь тоже в принципе неплохо. Посмотрите, какие прекрасные сооружения. И когда очень хочется снять видео в путешествии, в ход идет все. Сначала тумбочка, чемодан, весы. Весы нужны чисто, чтобы разровнять вот эту всю композицию. Штатив миниатюрный для путешествий. Камера. И я как раз сейчас буду снимать видео с органической косметикой. Вот сюда сяду. Такой прекрасный фон. Фон номер 5706. Интересный или не очень факт о нас, мы всегда здесь пьем ромашку на завтрак, на обед и на ужин. Потому что других травяных чуев здесь нет. Просто черный и зеленый мы не очень любим. Вариантов-то особо не остается. Я очень сильно хотела есть, поэтому я убежала на обед, не дождавшись Еву, ее подгружения. Я потом как раз вам расскажу, как здесь вообще у нас устроен режим. Потому что мы типа не на 10 дней приехали просто отдыхать. Мы точно так же удаленно работаем. И нам нужно время на то, чтобы поделать свои дела. И в основном, конечно, это сон Евы. Я в Евенсон, конечно же, монтирую видео, отвечаю на почте, пишу заранее посты, либо обрабатываю, монтирую сториз, потому что пока у нас день, вы спите. И как раз когда вы просыпаетесь, уже у нас время спать. И поэтому я как бы заранее готовлю, но потом публикую. Кстати, я же вам не рассказывала. Я решила пойти учиться на права. И с собой сюда я взяла онлайн-лекции, потому что теоретическую часть, не знаю, везде ли, но у нас, я выбрала такую автошколу, где можно теоретическую часть прослушать и как бы сдать. Нет, сдать, конечно, нужно прийти туда, но прослушать все лекции и потестироваться можно дистанционно. Поэтому в Евенсон я слушаю одну лекцию. И я взяла с собой всего одну книгу про Монте-Сори подход, чтобы поглубже проникнуться этой системой и привнести что-то еще в домашний подход. Потому что Ева ходит в Монте-Сори садик, но садик это одно. А домашняя обстановка и обустройство, и подход, и система это другое. У нас тут произошло такое событие. Мы просто гуляли в детской зоне. И получается, там есть два разных отделения. Возраст от 4 лет до 12 и возраст с года до 3. Мы зашли с года до 3. Вот такая зона. Здесь именно игровая. Там детки могут спать. Здесь можно с нянечкой оставить малыша. Вот этого малыша, как я понимаю, оставили с нянечкой. Где мама собачка? Вот она сидит. Давай сюда, Ю. Вот она. И нянечка нам говорит, когда освободилась, что родителям здесь находиться нельзя, и что это зона только для детей. И мы что-то тупили-тупили. Просто я такая, а, это типа сарик. Можно ребенка оставить? Она такая, да, спокойно. Ну, на полтора часа максимум. Потом я такая, погодите, у нас же языки как бы. Как? То есть Ева не знает английский, а нянечка не знает русский. То есть это не как в Турции, там, персонал на русском говорит. Но мы подумали, что прикольно. Я Еву предупредила и как бы спросила. Она сказала, да, да, все окей. И если что, они нам напишут ватсап. Что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? Тревогу. Представляешь, она будет беситься, если объяснять что-то будет и не понимать. Да мы увидим, как дом зашатается. Она будет там всех разносить. Ну, там нянечка какая-то профессиональная, она уложила спать ребенка вообще спокойно. И так все аккуратненько все сделала. Да. И вроде выглядит нормально. Под маской не видно. В общем-то, через 10 минут нам приходит сообщение от воспитателя, что Ева зовет родителей и даже плачет. Думаю, ее раздражало, что она не понимает, что ей говорят, а нянечка не понимала, что просит Ева. Поэтому больше мы туда Еву не отдавали. Ой, Ева, ну платье шикарно. Мы тут обнаружили зону одну, которую не видели еще ранее. Вот такая игра. Нужно мешочками попадать вот в эти дырки. О, попал! Класс! Надя, обратно! А там шахматы. Денис как раз сейчас занимается шахматами. Очень увлеченно. Уже дошел до четвертого или третьего разряда. И еще вот это какая-то игра. Вообще не рядышком. Смотри, какой результат. Этот парень только что мог нас убить. Он скинул кокос вниз. О, его друг! Слева от тебя, друг! Вот это лазеечка у вас, ребята. А тут вообще, да, обитает крокодил. Такие красавцы. Дерево нашли. Нереально. Называется «Дерево любви». Да! Где Ева? Вау! Ева, ты что? Лемур? Мы сегодня, наконец-то, отправляемся в горы. Это первая наша вылазка вообще с этой территории, с этого комплекса. Надо сказать, это очень так расслабляет, когда на территории есть абсолютно все. По сути, реально незачем выезжать, что-то смотреть. Особенно с ребенком, когда ты знаешь, что там, это не будет стоить того. Но сегодня у нас цель – это точно подарочки. Ну и в целом, просто выход уже с этой территории. Мы куда собрались, мадам? Ой, в Асуха. Асуха? Я не вижу никого. Куда мы едем? В город. В город. Что там будем делать? Подарки важные мы купим бабушке и Еле и себе, и папе, и маме. Супер. И десе Асухе. И на Асухе подарок купим? Да. Щедрая нефтенка. А вот, правда, на Асуха была. Нашли птичку в коллекции, но опять сова. Не знаю, почему везде есть сова, но отсюда хотелось бы не сову привезти, а какую-нибудь специфическую. Ты показываешь, что ты умеешь? У нас по прогнозу погоды последние солнечные дни. Остальные 10 будут дождь, 50-70%. Пойдем. Мы на 10-й день здесь. Наконец решили прокатиться на нашей лодке. Тут такая лодочка, ходит по всей территории отеля. Мы, правда, не знаем, куда она именно идет. Просто сделаем кружок или нет. Хотела рассказать. Я впервые в жизни встретила чайлд-хейтеров. Вот так называется. Мозда стоп. Я хотела снять кое-что. Сказала. Это я. Ева, как бы я не стала чайлд-хейтером. Короче говоря, сидели мы однажды на ужине. И Ева, конечно, не всегда сидит просто, типа, смирно. Когда ей становится скучно, она просто может погулять между столами. Но в то же время мы всегда сидим, чтобы она никому не мешала, не нарушала ничего там, личное пространство. Если она видит контакт от других, с ней начинают сами там разговаривать, как-то играть, то мы тоже нормальные. И вот она проходит мимо одного стола, где сидят пожилые достаточно люди, не очень довольные. Потому что обычно, знаете, вы когда переглядываетесь... Ну, в России у нас тоже не особо приветливые. Но здесь, в целом, в Европе, например, если вы с кем-то глазами пересекаетесь, это нормально, вежливо немного улыбнуться. Не обязательно разговаривать, ты просто, как бы, улыбкой даешь понять, да, я тебя видел, ну, привет тебе, типа, хорошего вечера, приятного аппетита, не важно. А здесь я переглянулась с этой мадам. Ты что, забыть не можешь? Нет, так я хотела бы сказать, что это интересный опыт, что я об этом слышала в целом, что это, ну, развито в Америке, например, и что именно здесь, рядом с Америкой, мы впервые увидели таких людей. Так вот, в чём суть? Они не улыбались, не были приветливыми, ну, и окей, с этим нормально. Когда Ева подошла, ну, я не знаю, на расстоянии, может быть, полуметра к их столу, она даже не хотела ничего там не брать, не спрашивать, она просто шла мимо. Эта женщина резко просто, раз в восемь, повторила No, 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 и жестом как бы, типа, как, я не знаю, как муху отпугнула. Она ничего не трогала, она ничего не хотела даже от них. Но просто, видимо, она нарушила какое-то её расстояние, там, не знаю, полтора метра, может быть, нельзя к ней близко подходить. Хотя там столы стояли даже ближе, чем подошла Ева. Ну, в общем-то, было очень странно, я на неё очень долго так посмотрела. Она просто молча продолжила есть, я поняла, что это те самые люди, действительно, которые, возможно, им вообще противен взгляд детей, вероятно, вероятно, это так. Ева прям сразу так и испугалась, и в то же время она не ожидала вообще такого, потому что чаще всего со стороны пожилых как раз-таки особое такое, вы знаете, милое отношение к детям, они прям как-то так заигрывают, подыгрывают. Ну, я Ева сказала, я говорю, Ева, есть разные люди, и такие тоже. Посмотрите, на что мы пошли. В условиях такой влажности у нас вообще ничего не сохнет, ещё и в ближайшие дни обещают один сплошной дождь, а наши балконы, вот этот и получается тот, они прямо в тени, на нас вообще солнышко никогда не попадает. Ну, это классно, у нас не жарко, но зато у нас ничего не сохнет, и хоть так можно просушить какие-то вещи. А, кстати, берите на заметку ещё один лайфхак от путешественников. Мы, правда, им не воспользовались, мы только придумали его, создали в этой поездке, брать с собой верёвку. Верёвку несколько метров, она суперлёгкая, точно поместится в чемодан, особенно во влажные страны. Эта верёвка нам бы сейчас очень пригодилась, например, отсюда закрепить верёвку к какому-нибудь дереву, и сюда попадает солнце, вот на этой территории, и наши вещи бы сушились так. А то там вообще неизвестно, конечно, где стоят наши стулья. У нас есть гугл-табличка, она называется «Путешествие», и все наши какие-то инсайты с каждого путешествия или конкретно даже по странам мы туда пишем. Вот, например, также про розетки, про переходники и всякие. Прогноз погоды не ошибся, у нас сильно изменилась погода, несколько дней был шторм, ливень, очень романтичная погода на самом деле. А ещё мы, наконец, попали на вечернее шоу, потому что настроили режим и уже не засыпали в 8 вечера. Нам очень понравилось, правда, еле всё время хотелось убрать всех со сцены и залезть туда самой. Косметика, которой мы здесь пользуемся. Это моя, это Евина. Смотрите, наш этот друг не помещается нормальным образом в коляску. О, это что, обнимашки? Это твой друг? Да. Как её зовут? Типа-ска-ташка. Ташка? Типа-ска-ташка. Ты ездишь, а я поеду. Я пришла стирать, вот знаете, где была офигенная стирка и вообще услуги прачечной? Только в Таиланде. Вот только в Таиланде. Может быть, ещё во Вьетнаме мы там не были, но в целом эти страны похожи. А, и, кстати, на Шри-Ланке тоже было такое, что ты набираешь целый пакет своего белья по цвету и отдаёшь его, типа там местная прачечная. Ты платишь 50 бат. 50 бат. Я здесь напишу, сколько это на русские деньги, но, в общем-то, это очень немного. Здесь, например, штаны постирать стоят столько же, сколько стоят эти штаны. Хотя, наверное, даже дороже, потому что конкретно эти штаны очень дешёвые были. Поэтому проще здесь стирать самим сразу же, вот когда ты в душе, например, душ принимаешь и футболку, в которой ходил, сразу же можешь постирать. Потому что здесь жарко, потеешь ты каждый день. Поэтому я надеюсь, вы не против такой домашней обстановочки. А я пока хочу ответить на один из ваших вопросов. По какому принципу вы выбираете, куда отправитесь в путешествие? Конкретно сейчас, в эпоху, вы знаете какую, когда творится в мире, не пойми что, мы выбираем страны, в которые можно полететь. Всё очень просто. Без карантина, без прививок, без всего-всего. Просто свободный для туризма стран. На самом деле, таковых сейчас немного. У нас был вариант между Мальдивами. Как помните, в том году, когда мы думали полететь в Африку, точнее, мы не думали, немного вариантов было. И был вариант Мальдивы, и был вариант Африка. И мы выбрали Африку. Ну, потому что на Мальдивы успеем слетать, когда-нибудь на старости лет. Такой колорит, вот как Африка, например, или вот сейчас Мексика. Почему мы остановились на Мексике? Потому что, опять же, наверное, не в эпоху коронавируса я бы не решилась. Ещё и с Евой, ещё и 15 часов, так далеко, отсутствие выбора. Просто натолкнула на мысли, а почему нет? Если вам вдруг интересен процесс стирки, то я сначала намыливаю все вещи, кладу их в стопочку, и потом уже полощу. О, Ева проснулась, походу. У нас, походу, входит вот этот каяк, стоимость нашего отеля. Нужно было только отдать права. А это мы с вами добрались до спа-зоны. Меня здесь интересует зал, где можно позаниматься йогой. Давайте смотреть. Ух ты! Повезло. Либо тут всегда так, не знаю. Вау, какой классный вид! Это зал для самостоятельных занятий. Здесь можно с гантельками позаниматься, растяжкой, да вообще хоть чем. Здесь лежат коврички. Правда, дикое правило действует. Заниматься надо исключительно в маске. Но я надеюсь, что если я одна, нет. Серенький под цвет штанов. Ух ты! Смотрите, какая надпись на коврике. Прямо для меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы пришли поиграть в большой теннис. Корт 1, Корт 2, Корт 3. Это все на территории нашего отеля. Там еще во что-то играют. Там играют в крокет. Будем сейчас учить Еву. Пирожок судья. Ева, ты будешь болеть за меня? Да. Спасибо. Смотрите, какой новый вид спорта мы вообще увидели. Это типа большой теннис в миниатюре. То есть такие же правила действуют. Меньше бегать нужно. Кожилым подходит, особенно взрослым, которые упахиваются бегать вот на такой площадке большой, здоровой. Во что ты играешь? Игра зародилась в Англии, но потом ее запретили как азартную. А ты, Ева, во что играешь? Лавкаборд. Я уже больше 7 лет снимаю на канал, но такого ракурса у меня еще никогда не было. Чтобы я лежала с вами на животе на кровати, я отвечала на вопросы. Денис с Евой пошли гулять. У Евы сейчас романтика появилась. Гулять с папой только вдвоем. Это так мило. Она идет с ним за ручку и в какой-то момент такая «Пап, а давай поцелуемся в щечку?» И оказывается, это вообще как бы норма в таком возрасте, когда девочки проявляют большой интерес к своему папе, больше, чем к маме. А мальчики, в свою очередь, наоборот, к мамам. То есть, это как модель, типа, ее первого мужа прорабатывается сейчас. И, по сути, грамотным ответом Дениса здесь, ну, если бы у нас были какие-то стычки ревности, ну, потому что очень часто детки это сопровождают ревностью, прям, то есть говорят «Мама, уйди!» «Мы хочу без мамы!» Вот такое происходит, то психологи рекомендуют как раз-таки папам не отказываться ни в коем случае от своих, там, жен, то есть говорить, что «Я не могу, мама тоже с нами». То есть ребенку важно получить в этот момент отказ, ну, как бы такой здоровый отказ, да, от своего родителя, потому что, ну, это действительно не та роль, к которой им нужно привыкать, что, типа, папа – это их муж, условно говоря, и папа должен выбрать маму. Не означает то, что они не могут вот так сейчас пойти погулять, но если бы Ева прямо была против моего присутствия все время, да, то Денису надо было бы это объяснять. У нас один раз, кстати, было такое еще в Екатеринбурге, когда Ева также хотела «Нет, я хочу без мамы!» Прям вот какая-то такая истерика, знаете, типа, беспричинная, просто, типа, я хочу это без мамы, мама, уйди, я только с папой, мама все делает не так. И вот тогда Денис тоже сказал, что «Мама с нами, мама с нами живет, это моя жена, я ее люблю, и тебя тоже люблю, мы гуляем все вместе». Условно говоря, я не могу отказаться от мамы в пользу тебя. Как бы это странно ни звучало, но сейчас они просто пошли погулять, и как бы я этому даже рада, потому что в путешествиях с ребенком время наедине с собой – это очень дорогое удовольствие. И раз уж мы в такой интересной локации, поговорим о романтике в отношениях, когда есть малыш. Особенно в путешествиях, когда невозможно там позвать бабушку, ну да, если мы ее с собой не взяли, или вызвать няню. И есть единственное время сна на все, ну то есть прям вообще на все. Я недавно делала сторис в инстаграме, сколько вариантов у тебя в голове сразу возникает, когда ребенок засыпает. Я даже заранее порой продумываю, прям появляется вот эта энергия, знаете, вот ребенок уснет, и я. Конечно, времени на поддержание огонька мало. Наверное, это вот такая обоюдная работа супругов вдвоем. Понимать, во-первых, что это как бы ненадолго, вы приехали на отдых, и так сейчас не будете жить весь год. Как по мне, важно просто мелочами поддерживать вот эту связь. Просто мелочами, которые есть в течение дня, потому что наоборот даже, не то, что может возникнуть вопрос, где там создавать романтику, у многих наоборот сильно обостряются вот отношения в плане не очень там хороших проявлений, потому что ты слишком много времени проводишь с другим человеком, и не успеваешь от него толком отдохнуть. Но 100% это не так просто, как говорится. И когда это происходит с любыми людьми, когда слишком много вместе времени проводите, это вот поднимает в воздух какие-то вопросы, какую-то мелочь, к которой ты раньше бы, конечно же, не прикопался. А еще близкий к этому вопросу у меня там был, как же, когда у тебя ребенок, вообще сохранить вот эту вот влюбленность, невероятные какие-то чувства, которые были в начале отношений, и здесь просто никак. Ну, то есть, к сожалению или к счастью, не будет такого. Вот есть все-таки какая-то поэтапность отношений, и это круто, кстати. Ну, то есть, отношения должны развиваться, они должны становиться зрелыми. Не может быть так, что уже живя вместе, уже имея какие-то общие вопросы, это, знаете, там, я не знаю, и квартирные вопросы, и бытовые, сливаетесь воедино фактически, и что отношения до сих пор такие прям в ожидании встречи каждый раз. Нет, но и очень круто, что появляется другая сторона, появляется такая зрелость, появляется более глубокое уважение, изучение этого человека, насколько это вообще целая вселенная. Так что, да, все меняется, но оно меняется в нужную сторону. Я бы даже не хотела, чтобы все это как-то в стагнации было, и сейчас были бы такие же слишком обостренные чувства, да, но при этом все равно какие-то поверхностные достаточно. Делитесь, кстати, вашим взглядом на этот момент, кто у меня опытные зрелые пары, которые уже там вместе, может быть, 5 плюс лет. А мы с Евой идем на пенную вечеринку! А давай сейчас мы вот тут поселимся пели? Давай! Ну, пойдем поселимся? Пойдем! Давай мы будем кидать! Давай! Кидай в меня! Смотри, все ушли, только мы остались. Наше поле. Ты можешь прям пробежать через пену. Ева такая вреднюшка стала вообще. Видимо, сказывается, что мы почти 4 недели все время вместе. Ева уже такая вредненькая стала. Такая вот такая вреднюшая. Ну, ничего, это все объяснимо. А, нет, девочка, это экранчик неповоротный. Кстати, думали, брать ли коляску вообще с собой, потому что, ну, достаточно уже такой возраст. И почти 3 года, между прочим. Она много ходит ножками, особенно сейчас незаметно. Но насколько это все-таки важная вещь в путешествии. Днем, если ты куда-то поехал, ребенок спит в ней. Все равно это намного комфортнее, чем куда-то укладывать или на руках. Удобно, чтобы сюда свои сумки складывается, сюда вниз и сюда, а не на руках носить. Евочка, так это максимум, сколько она может закрыть. Ну, и складывается она в одно нажатие. Парк Шкарет – это самый знаменитый природный археологический парк развлечений в Мексике и на Карибском побережье. Так, это у нас кольцо желаний. Или дыра желаний. Это пусковое устройство. Оп, отпускай. Ух ты! Загадываем желания срочно. Ура! Дирис говорит, могу Еву на дерево закинуть. Ей вот такая, меня? Я же буду пищать! Вау! Вау! В парке можно действительно затеряться на весь день. На огромной территории в тенистых джунглях собраны памятники древней культуры. Правда, на вольеры с дикими животными мне смотреть было больно. Хоть для них выделено много места, вряд ли им нравится там сидеть и веселить людей. В то же время, за сохранение естественной среды обитания для региональной фауны, парк Шкарет попал на страницы книги рекордов Гиннеса. Визитная карточка парка – это сплав по подземной реке через ущелья и пещеры. На территории экозоны регулярно проводятся национальные фестивали, церемонии, традиционные мексиканские праздники. Есть множество кафе и ресторанов мексиканской кухни и также пляж и залив для купания. Такая зона снорклинга, и мы сначала подумали, что это не очень интересно, что искусственное, но смотрите, это не искусственная часть, прямо сюда приплывают те рыбки, которые в море плавают. То есть они могут в любой момент уплыть, в любой момент приплыть. А он накачанный или что? Почему он так открыл рот? Они как бараны, все горают. Посмотрите, как они как-то. А вот это мама держит. Дальшая самая? А вот это их детские. Все правильно. Они просто огромные. Вот такие есть. С размером с меня. А вот этим дольше. Красиво. Расскажи, что это такое. Так, это получается разные манятки. Я так понимаю, тут три места и тут три картинки. Я тоже буду кучить. Хорошо, мы вместе все будем крутить. Трансцентральную сделаем, я думаю, это игуана будет. Ого, у нас прям вот такой отпечаток будет? Да, мне кажется, с одной стороны у всех такая, а это разные. Вот, наверное, три. Давай игуану. Три монетки, да, кладешь? Тут можно же нарисованные. Это сколько стоит? 11 песо, 50 рублей. 50 рублей. Смотри, из моей монеты что сделали? Птичку. Ривера Майя. Прикольно, да? Из монеты прям. А тем временем у нас заключительный день в Мексике. И по нашей старой доброй традиции, конечно же, я вам покажу все, что мы накупили на местных рыночках. Мы выезжали за это время всего два раза в город. Если просто объяснить, то мы как будто в деревне. И выезжали 30 минут на машине в город. В центр, где вся движуха. Известная улица 5-я авеню. И на самом деле в самом начале мы подумали, что как-то у нас мало всего получается. Мало подарочков. Как-то скудна как будто Мексика на интересные какие-то подарки. Потому что не могу сказать сувениры. Мы никогда не покупаем сувениры, знаете, статуэточки. Кроме тех людей, кто коллекционирует те или иные вещи. Например, как мы, птичку. А в остальном мы покупаем то, что может быть израсходовно. То, что может быть съедено. И то, что просто может привести частичку нас здесь как будто. Частичку тепла Мексики. Давайте начинать. Это вообще редкая вещь. Потому что мы редко что-то покупаем для себя. То есть в основном мы покупаем кому-то. Друзьям, близким, мамам нашим. И про себя мы как-то в основном забываем. Я прошла мимо этого стакана. И он прям как-то запал мне в сердечко. Оказалось, это вообще ваза. Я планировала отсюда пить горячий кофе. Но потом я поняла, что, скорее всего, горячие напитки отсюда пить нельзя будет. Раз это не питьевой все-таки стакан. Я попробую. Можно просто отсюда пить воду. Но просто он невероятно красивый. И вот эта расцветка, она очень часто встречается в Мексике. Просто в ресторанах, просто везде. Именно вот так оформлены стаканы, из которых пьют. Настроение прям такое весеннее, мексиканское. Несколько таких наборчиков. Это вообще 100% если вы будете в Мексике. Повсюду вы встретите их. Это, конечно же, соусы. Это супер острые. Ну, один менее острый, другой поострее. И третий вообще супер-мега острый. Потому что Мексика, конечно, славится своими острыми соусами. Вся упаковка из-за того, что здесь дикая влажность, она как будто полумокрая. В общем, в составах тут везде перцы, 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 перцы. Идем далее. И это кофе. Кофе в зернах. Здесь же тоже, кстати, кофе и растет. Ну, и обжарка, понятное дело. Здесь очень-очень вкусный кофе на завтраках. Вот просто, который нам наливают. Типа фильтр кофе. Просто черный кофе самый обычный. Это первая поездка, где я вообще пью именно такой кофе. И кайфую от вкуса вот этого ароматного, настоящего кофе просто с каким-нибудь бутербродом. Пекан нашла и не могла не купить. Удобная такая, знаете, упаковочка, чтобы кому-нибудь еще в комплекте что-нибудь положить и другу подарить. Вы не можете не знать, что мы собираем птичек. Моя мама собирает кошечек. Из каждого путешествия мы приводим кошечку. И смотрите, какая грациозная кошка. И еще с надписью Мексико. Когда мы ездили в парк, икскарот, помните, или шкарот его местные называют, мы нашли себе птичку. Это пеликан, и он как ничто лучше отражает местную фауну, да, потому что все-таки это животное, это птица. Я как раз охотилась за ними в том плане, что хотела снять, как они красиво летят клином надо мной. Но у меня никак не так не получилось поймать их тройку или пятерку. В самый первый день это было. В самый первый день надо мной пролетели как пять самолетов. Мне вообще казалось после полета, что это галлюцинации или что это. Потому что я такая иду спокойно по пляжику. Позади такой долгий перелет, мы такие уставшие. Поднимаю глаза и просто вижу пять самолетов пролетают. И они такие были грациозные. И вот это как раз тот самый пеликан. Как будто двигают у нас прямо в номере. Ну нет, наверное, это над нами двигают что-то. Кстати, ценник остался. Он у нас 1400 песо. Это нужно умножить на 4. Во вторую нашу поездку она была супер непродуктивная. В том плане, что мы ничего не купили, ничего не нашли. Было как-то жалко, было как-то странно. Ничего кроме вот этого магазина. Прям магазин находка. Я рада этой поездке только благодаря ему. Ахо какао называется. И внутри все из натурального шоколада и кофе. Это две мои любимые вещи вообще. Мы купили нашим мамам по вот таким большим коробкам. 72% какао. Я даже Еве там купила. На палочке сердечко такое было шоколадное. Я подумала сначала, ну какой-то он будет, наверное, такой слишком сладкий. Там много сахара. Нет. Это было очень вкусно. Это был настоящий, натуральный, темный достаточно шоколад. Потому что 72% все равно. Там же мы нашли вот такую пачку. Здесь внутри 10 упаковок. Ну, я открою, потому что мы никому не будем дарить все 10. Мы будем дарить вот такие маленькие пачки. Это жвачки. Органические жвачки. Именно из растений и чего-то такого. Кофейные зернышки в шоколаде. То есть вот эти зерна, которые цельные. Они в настоящем темном шоколаде. Денис даже решил у себя поискать у нас в Екатеринбурге или где-нибудь в области, где можно найти, чтобы заказать в кофейню. Как продукция, до продукции, чтобы покупали. Вот такие маленькие шоколадочки. А это, представляете, настоящие какао-бобы. Шоколад, который мы с вами едим, пьем, это все на самом деле из какао-бобов. Они растут очень интересно таким образом. Эти какао-бобы потом собираются. И я не скажу, что это прям супер вкусно. Именно вот такие настоящие какао-бобы. Они немножко терпкие даже. Но эти, они обжарены. Может быть, они от этого как-то более приятные на вкус. И вот такие 5 боксов. Я не буду все доставать. Но, в общем, 5 таких боксов. Тут бьюти-штучки. Шампунь с шоколадным ароматом. Настоящее натуральное мыло. И какао-масло. То есть, как для тела. Еще и оформлено. Все как-то супер мило. В таких натуральных тонах. Стоило, кстати, не супер прям дорого. Вот эта упаковка 800 рублей. Если так подумать, дороговато для России. Но просто зная местные цены, я удивилась. Потому что здесь все реально как-то намного дороже. Еще очень интересные покупки. Мы зашли в H&M и купили Еве кроссовки. Просто легкие, в которых она будет и в России гулять. И, конечно же, красивые сандалики. Которые увидела Ева и влюбилась в них. У Евы вообще какая-то романтика с платьями. Со всем, что связано с принцессами. Хотя я особо как бы не делала на этом никогда акцент. Что типа вот она принцесса. Мы не смотрели мультики про принцесс. Не знаю. Но ей очень нравится вся эта девчачья тема. Розовое, все белое, серебристое. Она когда платье надевает. И если я еще надеваю в этот вечер, например, платье. Она прям так идет. Вот мы девочки с тобой. Это так мило. Еще мы привезли мексиканскую игрушку на елку. Это у Дениса традиция, которая немножко так оборвалась на годы. Потому что, когда мы были еще в Германии. В 2019, значит, в год рождения Евы. Еве было полгода. Мы были в Германии. И Денису пришла идея привозить домой маме на елку. Игрушки из разных стран. Прикольно. Загорелись. Привезли из Германии. И потом забыли. И вот в Мексике мы встретили. Она такая тяжеленькая. Как по мне, дизайн очень даже символизирует Мексику. Главное, чтобы доехала в целости и сохранности. И последний наш подарочек. Это тоже мы мамам. И я еще бабушке привожу. Иногда, если честно, мы подарки покупаем просто по упаковке. Если глазу приятно. Если так эстетично выглядит как-то. Ну, конечно, если бы внутри было что-то абсолютно ненужное, то нет. Но внутри морская соль. То есть, как бы, мы все солим нашу пищу в каком-либо количестве. Карибский цвет. Карибское море. Ну, и баночку можно под что-нибудь потом использовать. Если меня спросить, рада ли я ехать домой, я отвечу очень. И вообще мы с Денисом сделали вывод, что все-таки в поездке более чем на 14, окей, на 10-14 дней даже так, ехать без бабушки, либо без няни, либо вообще без какого-то человека, который мог бы проводить время дополнительное с Евой, сложно. Сложно, потому что через две недели ты уже такой, я деградирую. Мне хочется уже нормально вдоволь поработать. Понимать, что когда будет, потому что все равно мы немного, да не немного, мы очень сильно под влиянием того, куда захочет Ева. Я не смогу просто втыкать вот так в компьютер, да, монтировать 4 часа подряд. И ее вот этот сон, да, золотое время, которым хочется на все потратить, его не хватает, разумеется. Хочется иногда просто позавтракать вдвоем, хочется иногда просто вдвоем прогуляться по морю. И это такие мелочи, но они очень ценные, и они тебя восстанавливают, они дают тебе все равно новое дыхание. С ребенком очень классно путешествовать, это очень весело, это невероятный опыт, как и для него, собственно, это очень классно. Да, это определенные сложности имеет, но это вполне реально. Но я ставлю, как уже сказала, эту звездочку, что не более чем на 10-14 дней. То есть, если бы мы захотели, например, зимовать, уехать, например, в Таиланд на 2 месяца, на 3 месяца, даже речи бы не шло, чтобы мы поехали без человека, который мог бы проводить с Евой время, гулять просто, например, пойти на обед, когда Ева захочет на обед, а мы бы что-то делали тоже свое. Но самое классное, что вот этот февраль на Урале это самый такой неприятный месяц, потому что, окей, декабрь, ты такой в подготовке к Новому году, всякие праздники, подарки, вот эта суета, и ты как бы не замечаешь того, что холодно дико, ты меньше гуляешь, у тебя нет солнца и бла-бла-бла. В январе ты от всего этого отходишь, начинаешь там новая жизнь, Новый год, все такое, входишь в этот ритм жизни, а в феврале как-то уже очень уныло. Ты уже думаешь, зима затянулась. А март обожаю. 8 марта, пробуждение всего и вся, и у меня внутри тоже все пробуждается. Поэтому все равно я рада, что мы здесь провели в солнце практически месяц, и сейчас еще большими силами хочется вернуться в свой родной город. Осталось только пережить супердолгий переезд, перелет, еще раз перелет, еще раз переезд, и мы дома. Ну что, хочешь в Россию пирожок? Угу. Почему ты хочешь в Россию? Что там? Снег. Снег. А еще кто там? Снегутский. 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 Снегу больше всего скачать? И кто? База. База, да, запомнила. Синять его патруля, да? Мы с Евой сейчас наделали пирожков. Вот здесь вот все в пирожках. Это на самом деле подарки, упакованные в одежду, чтобы они не разбились. Сборы вещей вручную кладь. Какая одежда понадобится? 6 утра. Ева не хочет вставать. Будем ее перекладывать на коляску. Нам очень повезло, что мы приехали заранее, потому что если бы мы приехали с трансфером, со всеми людьми, нас бы ждала вот такая очередь. Во все вот эти ряды. А так мы самые первые. Это ее больше. Вообще супер. Вообще. Это, знаете, самая, наверное, миниатюрная детская комната, которую я только видела. Смотрите. Оп. И из игрушек здесь только стулья, стол. Вот эта игрушка, которая не работает, не нажимается. И был такой маленький мешочек с конструктором, который Ева сейчас играет. Ну и, собственно, наверное, вот это всех привлекает больше всего. Просто дети сюда садятся и смотрят мультики, я так полагаю. Ну, тоже хорошо. Тоже лучше, чем ничего. У меня папа домик. У тебя башня какая. Она не свалится? Вот это что такое? Нет? Не знаю. Вот, девочка, наши места. Сейчас направо. Ага. Нас ждали приятные новости, что домой нам лететь почему-то на практически 4 часа меньше. Я не понимаю, почему это тоже самый рейс, тот же самый самолет. Точно такое же направление, просто в обратную сторону. И туда мы летели почти 15 часов, а обратно лететь 10 часов 30 минут. Еще такой, правда, момент случился. Мы 2 часа ждали нашего вылета прямо в самолете. И, как оказалось, с прошлым рейсом, до того, как мы должны были вылететь, рейс Москва-Канкун, 10 пассажиров из этого рейса не прошли таможню. И их развернули обратно. То есть депортировали, можно сказать. И мы ждали их. Наш самолет ждал их, чтобы их посадить и увезти обратно в Россию. И как же приятно каждый раз возвращаться домой. В родные края. Ни с чем не сравнимые чувства. Приехали домой в Россию! Эти прекрасные первые мгновения дома, в родной квартире. Сразу же заваривается чаек травяной деревенский. Хоть мы и прилетели в 4 утра, спать нам совсем не хотелось. А хотелось навести дома привычный уют. И тогда мы еще не знали, что впереди нас ждет долгая и сложная климатизация. Я благодарю вас за просмотр и приглашаю также в другие социальные сети, где мы сможем видеться чаще. Обнимаю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!